привет стримаши это исследователь опять про ремонт домов ну как обманывают на ремонте на всем на платах обманывают у меня есть куча роликов посмотрите все предыдущие там все описано что происходит как поправить все это не внедряется в жизнь поэтому все это повторяется здесь видите дом блочные блочные дома они говно них такой блок он как бы толстый внешней сторона он трухлявый 30 сантиметров толщина внешние стены они несущие он трухлявый и окошко занимает всю стену она очень огромная то есть уходит тепло зимой впустую очень очень плохой дом с точки энергоэффективности сейчас автобус уедет так а летом он плохой тем что тепло попадает в дом там солнце светит окошко огромное в основном окошки ставят тонкие 7 сантиметров толщиной тепло внутрь пропускают а зимой выпускает тепло все делают не так эти блоки как я понял крепятся в паре мест на сторону но снизу сверху и по бокам пара сварочек поэтому они взлетают взлетаются в труху при взрыве там газа всякой фигни то есть этим домам 50 и более лет капитальный ремонта должно быть два уже сделано и сейчас уже поскольку уже второй должен был сделан лет через 50 просто дома такие надо сносить что делают чиновники мошенники они видите штукатуркой постратили покрыли штукатуркой сантиметр тонкой тонкой слой ничего не поменял не теплоизоляцию ничего потом белой краской все окошко старалась огромная огромные теплопотери идут которые огромные траты скидывают людей потому что бывает здесь бывает мороз в невограде 20 30 и даже 40 градусов охеренный мороз и здесь такой дом к этому не приспособлен ну и систему естественно водопроводов не меняют внутри если меня это меняют с тонкими диаметрами труб что получается все херово работает слабо течет холодная слабо течет горячая слабо течет отопление труб это не капитальный ремонт единственное что я заметил здесь видите вместо черной изоляции такой между блоками черную трубку пола поролон или ну какой такой вот плотный материал теперь они куски такие белые запихнули хорошо что запихнули потом они цементом замазывают снаружи но это все в течение первых двадцати пяти лет надо было делать сейчас ну я не вижу смысла уже люди столько заплатили что два дома должны были новых построить если вы для отсюда просто должны были взять сколько заплаченного там горели с 50 процентов 30 100 процентов коммунальные услуги всегда были сто процентов платы ну даже я бы сказал не 100 например вода горячая 120 там 150 рублей кубометр она там рублей 10 стоит за того что монополия можно цену поднять и 10 раз тебе дороже продают то есть коммунальные услуги они не к 100 процентам шли они всегда на уровне тысячи процентов были и вот эти все оплаты остальные всякие налоги и все вы оплатили уже я думаю через 25 лет новый дом должны были вас запихнуть потом еще 50 еще ну хотя бы через 50 лет вот новый дом запихнуть естественно не хламовый я имею ввиду где плата коммунальная не выше естественно все это подразумевается вот такой обман начали они делать это говно еще наверно надо это заслужить вот эту сани но обмазывание дерьмом дома пол сантиметра толщиной все это вы когда вы придете я не знаю не обращался но уверен вы придете личной инспекции администратор скажу да смотри капитальный ремонт сука давай еще плати за вот это говно дом это говно дома все это не жилье коробки просто на и где все в куче и толкаются и нищенские дома нормальные люди в отдельных домах живут это можно сделать и в городе жить в отдельных домах пока не буду об этом расшифровывать я уже несколько роликов снял по вот этому гремонту хлам я вот как из помойки вытащить эти какие-нибудь ошметки и туда людей заселить еще деньги за это брать эти коробки там выкинуты мусор всякий внешне выглядит как видите как будто симпатично но где балкончики там все равно все такое ободранное там они менять не будут окошки естественно они не меняют видите даже показушное не годится потому что окошко то старая хотя бы взяли поменяли на толстые пластиковые металлопластиковые толстые влепились какая там самая толстая двухслойный пакет двойной пакет толщиной с метров 10 или толще но еще как бы сошло и плату надо понижать конечно за квартиру если например минимальная ну там пенсия 8000 но все эти коммунальные услуги не больше 10 20 процентов должны быть то есть 800 1600 рублей в общем я все сказал что должно быть как вы это будете делать мне пофиг вообще все равно все равно вы это будете делать или подохните но подохните тоже пофиг никто не борется тот не достоин жалости за свои права за окружающие права я никуда не бегаю просто я пока рассказываю людям как что надо делать каждый своим делом я это я думаю неплохо получается я нормально все описал так что давайте внедряйте это пока ребята подписывайтесь это был ролик про псевдоремонт капитальный в невограде самый главный в невограде это я конечно исследователь